МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Формируются практически с самого внутриутробного рождения. То есть мы, мамочки, формируем эти привычки, то еду, которую мы употребляем, ребенок потом, конечно, будет больше к ней склоняться, но и в период грудного вскармливания. Вообще от года до 4 лет ребенок принадлежит вам. Что вы заложите ему, с какими продуктами вы будете его знакомить, то и напоследок у него в приоритетах и останется. У детей очень сильно развито интуитивное питание. Ребенок может какое-то время что-то не есть, потом у него нападает хороший сильный аппетит, и это все тоже считается допустимым. И до самого подросткового периода эти пищевые привычки у ребенка могут меняться. Вы можете замечать, что к периоду подросткового созревания ребенок, который что-то не ел, например, овощные салаты, он вдруг начинает их пробовать и понимает, что это достаточно вкусно. Конечно, все пищевые привычки ребенок унаследует из семьи, из того, что мы едим. Он смотрит, естественно, на родителей. И если мы говорим о том, что ребенок, например, любит сладкое, значит, он сам себе не может их купить. Это покупают родители или бабушки с огромной любовью. И если ребенок не будет знакомиться рано с этим вкусом, он просто не будет знать про его существование. Поэтому очень важный момент здесь, мы должны смотреть то, с чем мы сами ребенка знакомим, что мы ему покупаем, что мы ставим на стол, что он у нас, как говорится, видит и пробует. Но то, на чем я хотела бы акцентировать внимание, это первонаперво, конечно, качество еды. Приоритет отдавать натуральным продуктам, чтобы минимизировать или вообще исключить рафинированные сладости. Я говорю, вообще я должна говорить исключить, но я понимаю реалии жизни, что дети уже привыкшие к таким вкусам, к каким-то слишком сладким, поэтому сразу, конечно, резко переучивать, это будет очень сложно. Минимизировать, перейти на натуральные сладости, побольше давать нарезки фруктовые, ягодки, то есть то, что мы поставим перед глазами ребенку, то на то он и будет обращать внимание. Не покупайте вы ему сосиски или колбасы, в них нет никакой пользы, никакого белка и полезных жиров вы там не получите. Больше акцент делайте на отварном мясе. Если ребенок мясо не ест, значит делайте ему какие-то отбивные или котлетки, в той форме, в которой ему больше это нравится. Очень важный в детском питании это пищевой тайминг. Тайминг это время приема пищи. К сожалению, у нас дети тоже не приучены. Питание хаотичное, а должно быть как? Обязательно время приема завтрака, обеда, ужина. Детям желательно, чтобы хотя бы три приема пищи полноценных он в день получал. Но и в идеале, конечно, должно быть два перекуса. Что подразумевается под перекусами? Это целенаправленный прием пищи. Это не хаотичное питание. Это не то, что ребенок 10-15 раз подходит к столу и бесконечно тягает либо сладости, либо что-то на столе видит. Вот это неправильно. То есть это должны быть целенаправленные приемы пищи. Большой ошибкой как у взрослых, так и у детей, а ребенок копирует поведение родителей, это отсутствие завтрака. Ребенок не завтракает, но он сытно и плотно ужинает и достаточно поздно, буквально перед сном. Может быть и не будет проблем с лишним весом, но вы поймите, что ночью организм должен отдыхать, а не переваривать пищу. А вместо этого ребенок загружен, у него нарушается пищеварительная система и гормональная система. Следующая проблема у нас связана со школьным питанием или в саду. То есть ребенок плохо дома позавтракал и еще и отказывается от питания в школе. В результате он полдня голодный, либо вы даете ему деньги, он идет в кафе, питается булками или покупает какие-то фастфуды. Тоже это неблагоприятно будет сказываться на состоянии здоровья такого ребенка. Делайте ланчбокс и берите с собой фруктовые нарезки, орешки или какую-то правильную выпечку. Например, если вы постряпаете блинчики с хорошей цельнозерновой муки или с растительным белком, то это будет правильный полноценный прием пищи в школе и без ущерба для здоровья, наоборот с пользой. Чтобы у ребенка в дальнейшем не возникло расстройство пищевого поведения, не нужно поощрять ребенка едой. Например, ты сделал уроки, молодец, я тебе сейчас куплю шоколадку или ты сходил на тренировку, я тебе сейчас дам конфетку. У ребенка формируется неправильный психологический момент, что если он что-то сделал, и у взрослых это есть, если я что-то сделал такое сверхъестественное, я начинаю себя поощрять едой. Это абсолютно неправильно. Ребенку важно потреблять достаточное количество воды, не заменяя ее соком или молоком, недопустим прием пищи перед телевизором или компьютером, комментирует специалист. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова